Полимеры. Это высокомолекулярные соединения, молекулы которых образуются в результате соединения множества одинаковых групп атомов. Полимеры получают в результате реакции полимеризации. Наиболее склонны к образованию полимеров вещества, имеющие двойную углерод-углеродную связь. Например, при полимеризации этилена при нагревании и высоком давлении получают полиэтилен. При этом двойная связь разрывается и освободившиеся валентности атомов углерода позволяют им соединиться друг с другом в длинную цепь. Одинаковая, много раз повторяющаяся группа атомов, входящая в состав полимера, называется структурным звеном. Исходные вещества называют мономером, этилен, а полученное полимером, полиэтилен. Число n, степень полимеризации, показывает число молекул мономеров, объединившихся в молекулу полимера. По происхождению полимеры можно разделить на три группы. Природные, искусственные и синтетические. К природным полимерам относятся белки, углеводы, крахмал и целлюлоза, нуклеиновые кислоты и другие. Рассмотренный нами полиэтилен, а также поливинилхлорид относятся к синтетическим полимерам. Искусственные полимеры изготавливают на основе природных. Например, целлюлоид, полимер, получаемый при обработке целлюлозы азотной кислотой. Искусственные полимеры используют для получения пластмасс. Пластмассы – это материалы, полученные на основе полимеров, способные приобретать заданную форму при изготовлении и сохранять ее в процессе эксплуатации. Пластмассы, помимо полимера, содержат и другие компоненты – красители, наполнители, пластификаторы и другие. Одна из первых полученных человеком пластмасс – целлюлоид, была изготовлена из целлюлозы путем обработки последней концентрированной азотной кислотой и использовалась для изготовления кинопленки. Целлюлоид имеет молочно-белый цвет, очень горюч и пожароопасен. Из целлюлоида в настоящее время изготавливают теннисные мячики и облицовку музыкальных инструментов. Из синтетических полимеров наиболее распространенными являются полиэтилен, из которого изготавливают трубы, бытовую и химическую посуду, упаковки пищевых продуктов, пакеты. И полипропилен, из которого изготавливают канаты, тросы, веревки, мешки, детские игрушки и многое другое. Еще одним из самых распространенных, синтетических полимеров в настоящее время является поливинилхлорид или сокращенно ПВХ. Его получают путем полимеризации винилхлорида. Из поливинилхлорида получают разнообразные пластмассы, из которых в дальнейшем изготавливают оконные профили, пленки, линолеум, водопроводные трубы. Субтитры создавал DimaTorzok